Из чего делают цветы на тортах? Как изготовить кольцо из шоколада? И сколько слоев должно быть в слоеном тесте? Ответы на все эти вопросы студенты факультета управления Чувашского педагогического университета получили сегодня в кондитерской фирме СМАК. Экскурсию в рамках Дня российского предпринимательства организовал республиканский бизнес-инкубатор. Репортаж об этом смотрите далее. Сразу после него разговор по существу. Гости программы расскажут о детском телефоне доверия. А я с вами прощаюсь. До встречи. Пирожное заварное, торт бисквитное, печенье слоеное. Пока студенты надевают халаты, начинается обсуждение того, кому какие кондитерские изделия больше нравятся. Ответ один. К сладостям равнодушных нет. В производственный цех нельзя заходить в уличной одежде, предупреждают студентов. Работников предприятия еще и осматривает медсестра. На руках не должно быть раны царапин, нельзя отращивать и красить ногти. Все производство автоматизировано. Тесто замешивает машина, коржи режет, автоматический нож. И даже в форму укладывается строго до грамма. Слоеное тесто самое сложное в производстве. Кондитер следит, чтобы оно не напрягалось. На профессиональном языке это означает сужение куска. Слез должно быть 256 слоев. 256 слоев должно быть. Вот все это в программе написано. Пирожные и торты должны быть не только вкусными, но и красивыми. И тут в дело вступают настоящие художники. Они могут нарисовать, слепить все, что угодно. От цветов до фигурок зверюшек и людей. Вначале я подготавливаю вот такие фабрикаты. Потом в зависимости от того, кто что просит, собираю букеты. За одну смену мастер делает несколько сотен таких роз. Работа несложная, но надо набить руку, говорят они. Раз и все. Я не училась, сама собой получается. Было приятно посмотреть на все это, как все это делается. Узоры, как ложатся на торты. Вообще понравилось очень. Я эти розочки обязательно попробую дома сделать. Найду время как-нибудь и маму научу. Я в детстве тоже пробовала, но у меня, конечно, не получалось. Но это очень великолепно. Нужно вкладывать всю душу. Надо делать с душой всю работу. Тогда получится. Ну а напоследок угощение. Студенты делятся впечатлениями и обговаривают возможности трудоустройства. Уже этим летом они готовы прийти на практику.